Леди Брэкзит посетила Вашингтон. Премьер-министр Тереза Мэй стала первым иностранным лидером, навестившим Дональда Трампа после его инаугурации. Эта дружба выгодна обоим. Мэй пытается доказать британцам, что возможны новые отношения с новыми лидерами, что их стране не грозит международная изоляция. Трампу льстит признание. Ему приятно, что к нему едут на прием важные люди. А в субботу ему позвонит еще один важный человек – Владимир Путин. Это будет первая беседа после скандальных разоблачений о хакерах и попытках России повлиять на американские выборы. Одна из вероятных тем беседы – отмена американских санкций против России. Санкционная война назревает у США с другим государством, ближайшим соседом на юге. Президент Мексики отменил визит в Вашингтон на фоне указа Трампа о стене. Build that wall. Построй эту стену. Борьба с нелегальной эмиграцией – конек предвыборной кампании Трампа. Напомню, что в своем самом первом выступлении кандидат Трамп назвал мексиканцев убийцами, насильниками и наркоторговцами. А потом стал говорить о грандиозном заборе. Теперь подписал указ стену строить. Конечно, на то, чтобы начать такой масштабный проект одного президентского розчерка недостаточно. Нужно, чтобы Конгресс одобрил и нашел средства. И немалые. Евгений Маслов заглянул в строительные сметы. Великой стене на границе с Мексикой быть. Президент подписал указ, как отрезал. Но план Дональда Трампа отгородиться от соседней страны на самом деле многим представляется нереалистичным. Протяженность границы между Мексикой и США – 3201 километр или 1989 миль. Каждая из этих миль, как уже подсчитали на Капиталистском холме, обойдется бюджету в более чем 6 миллионов долларов, а весь проект в целом в 15 миллиардов. В Техасе сотни километров границы проходят по районам с каньонами, где строить сложно, если возможно вообще. Но президенту Трампу каньоны не помеха. Строительство он обещает начать в течение месяца. У нас самый настоящий кризис на южных границах. Небывалый рост нелегальной эмиграции из Центральной Америки наносит ущерб и США, и Мексике. И я уверен, шаги, которые мы намерены предпринять, пойдут на пользу безопасности обеих стран. Это будет очень, очень выгодно Мексике. Но оптимизм Трампа на этот счет не разделяет по ту сторону границы. Между соседними странами разгорелся дипломатический скандал, подобных которому в истории Мексики и США не было давно. Трамп в Твиттере призвал мексиканского президента согласиться заплатить за проект строительства стены или не прилетать в Вашингтон на запланированную в конце января встречу. Энрике Пенянета ответил также в Твиттере, что безусловно отменяет свой визит, но перед этим обратился к нации с эмоциональной речью. Я разочарован решением Соединенных Штатов продолжать возведение барьеров на границе с Мексикой, которые вот уже несколько лет разъединяют нас. Мексика не поддерживает возведение стены. И, повторяю снова, что Мексика не будет платить ни за какие стены. Но американского президента все уже просчитано. Товары из Мексики Трамп планирует обложить 20-процентным налогом. Вот только по иронии ударить это может по американским потребителям. Цены подскочат на многие мексиканские товары. К примеру, авокадо или текилу, а также на продукцию западных производителей, которая собирается по ту сторону границы, включая автомобили престижных марок. На сегодняшний день между двумя странами существует система барьеров и заграждений высотой до 5 метров. Она покрывает треть границы. Трамп вместо заборов хочет строить настоящую стену высотой около 12 метров. Но, как уже отмечают многие в США, нелегалов это вряд ли остановит. Они просто обзаведутся более длинными лестницами. Впрочем, Трамп планирует и расширить штат пограничной службы. Но на все каньоны все равно явно не хватит. А так уже реагирует США на другой указ 45-го президента Соединенных Штатов. Дональд Трамп намеревается приостановить прием беженцев и провести ревизию механизма предоставления убежища. При этом для мигрантов из Сирии границу закроют вообще. На иммиграционные инициативы Дональда Трампа страна ответила протестами. На улице американских городов выходят люди разных национальностей, рас и религий. Нью-Йорк откликнулся одним из первых. Более 30 процентов населения города родились за пределами Соединенных Штатов. Неудивительно, что действия новой американской администрации нью-йоркцев возмутили. Не принимать в стране беженцев из других стран, потому что они мусульмане, это аморально и это не соответствует нашим ценностям. И по совпадению сегодня день памяти Холокоста. И мы евреи помним, что такое, когда перед тобой закрывают двери, и мы не хотим, чтобы подобное повторилось. Это просто негуманно. Они не думают о людях. Многие даже не отдают себе отчет в том, что 60 процентов беженцев из ближневосточных стран это дети. По окончании моратория на прием беженцев и внедрение новых механизмов, их допуска в страну, сама программа может быть сокращена более чем в два раза. В США в 2017 году примут около 50 тысяч беженцев, а не 110 тысяч, как планировалось в предыдущей администрации. Глава Исламского культурного центра Нью-Йорка шейх Сааджалал уверен, что Трамп своими действиями не только может настроить против США исламский мир, но и подрывает основы американской системы ценностей. Эта политика ведет страну в никуда, в прошлое. В этом нет прогресса, а только шаг назад. По сути, разрушаются все завоевания американского общества, достигнутые прошлыми администрациями и президентами. Нет обществ сильнее, чем общество, построенное на многообразии. Общество, которое принимает людей разной веры. В противном случае это дискриминация, и это прописано в конституции. План нового американского президента предполагает также создание безопасных зон для перемещения гражданских лиц в самой Сирии и других странах региона. Но многие считают, что этот проект трудно реализуем. Как, впрочем, и американская стройка века под названием «Стена» на ее возведение уйдет по самым скромным подсчетам 16 лет. К тому времени Дональда Трампа в Белом доме уже точно не будет. И барьер на границе с Мексикой может превратиться в заброшенный долгострой. Евгений Маслов, Владимир Бадиков, Анна Сатиани. Специально для тайм-кода. RTVI. Нью-Йорк.